Мышечная группа Часто этого не понимают Люди очень часто привыкли усложнять простые вещи Им кажется, что ко всему необычному должны обязательно вести какие-то необычные мудреные пути Между тем, важен не столько сам путь, как то, насколько эффективно вы его преодолеваете Чем сложнее нагрузка, тем лучше результат Накачать пресс нелегко, а очень легко И для этого есть несколько основных причин Прежде всего, мы говорим не о накачке большой мышечной группы А о накачке одной единственной мышцы, прямой мышцы живота Которая выполняет очень-очень простую функцию Скручивает таз к корпусу, либо скручивает корпус к тазу То есть, поднимает либо низ нашего тела к верху, либо верх нашего тела к низу В этом, в общем-то, и заключается основная функция прямой мышцы живота Именно поэтому натренировать ее очень легко Нужно просто давать достаточную прогрессирующую нагрузку Ну, а следующая причина заключается в том, что по большому счету Поднимаете вы низ корпуса к верху, либо наоборот, вверх к низу Тоже не имеет принципиального значения Потому что мы имеем дело с одной мышцей Прямой мышцей нашего живота Как я говорил раньше, сложность выполнения упражнения может меняться Это связано с определенными анатомическими особенностями Для нас это неплохо по одной простой причине Потому что это позволит нам усложнять упражнение Усложнять нагрузку, прогрессировать ее Не за счет применения каких-то дополнительных весов и отягощений Что мы часто используем в других упражнениях А за счет перехода от более легкой формы выполнения упражнения В более сложной То есть, к примеру, многие знают, что упражнения на низ пресса Когда вы поднимаете таз, или когда вы поднимаете ноги Делать сложнее, чем обычные скрученные И это замечательно Это позволит нам на начальном уровне делать обычные скрученные А когда ваш уровень тренированности увеличится Когда мышцы пресса станут более сильными Мы сможем перейти на более сложный уровень И делать обратные скрученные Тем самым мы соблюдем принцип прогрессии нагрузок И тем самым мы будем увеличивать, развивать размер нашего пресса Итак, прежде чем мы перейдем уже к конкретным практическим упражнениям Конкретным практическим схемам тренировок пресса Я бы хотел еще раз акцентировать ваше внимание на ментальной связи Мозг, мышцы Почему это очень важно? Многие спортсмены говорят о том, что куда пойдет мозг, туда пойдет тело Потому что именно мозг определяет интенсивность сокращения всех наших мышц В том числе и мышц пресса Многие спортсмены в этом плане вообще доходят до сумасшествия Небезызвестный вам Арнольд Шварценеггер, когда тренировался Представлял, что его бицепсы надуваются подобно воздушным шарам И заполняют своим пространством всю комнату, в которой он тренируется Многие скажут, что это бред и сумасшествие Но тем не менее, это не помешало А скорее помогло Арнольду стать величайшим культуристом на планете Поэтому я вам очень сильно рекомендую В то время, когда вы делаете упражнения на пресс Дополнительно, ментально их сокращать Представляете, как ваши волокна сокращаются Как они напрягаются, как в них бежит кровь От подобной ментальной практики хуже не будет Будет только лучше, потому что качество вашего мышечного сокращения Усилится очень значительно Итак, друзья, я бы мог вам рассказать десятки различных упражнений для мышц пресса И, собственно говоря, так бы и нужно было делать, если бы моя цель была опустить вам пыль в глаза На самом же деле, большинство упражнений для пресса либо неэффективны, либо просто дублируют друг друга И в них нет смысла Прежде чем мы перейдем к практической части, я хочу, чтобы вы поняли, как очень нашу одну простую вещь Прямая мышца живота, то есть это тот самый наш пресс Выполняет очень простую функцию Скручивает низ и верх тела относительно другого, приближает Это как раскрытая книга Вот представьте себе книжку Так же и тело человека Может скручиваться вверх тела к низу, либо может скручиваться низ тела к вверх То же самое, вот вместе с гибом находится наш пресс То же самое он и выполняет Если вы поймете это, то тогда вам станет понятно, что большинство упражнений можно выкинуть за борт за ненадобность Потому что они будут просто повторять друг друга Итак, мы переходим к практической части Вперед, поехали! Что-то я отвлекся Итак, друзья, скручивание лежа Одно из основных упражнений для мышц живота, для мышц пресса Если у вас нету возможности сделать несколько упражнений То есть вы ограничены во времени, допустим И вам нужно выбрать, что же все-таки делать То я вам рекомендую начать, если у вас выбор И закончить именно вот этим упражнением Потому что оно одно из самых эффективных Что оно из себя представляет? Ложитесь горизонтально Ноги можете согнуть в коленях под углом 90 градусов А можете поставить на пол Руки закидываете за голову или кладете себе в районе шеи Локти расставлены в сторону И начинаем медленно скручивать верх тела к паховой зоне Очень важен момент скручивания Потому что, как вы помните, функция пресса Скручивать верх тела к ней Либо есть тела к ней В верхней точке мы можем делать дополнительную паузу на секунду Чтобы сделать упражнение более сложным Есть несколько способов усложнить скручивание лежа Они касаются положения наших ног Положения наших рук И наклона нашего корпуса Что это значит? Чем наши ноги Если наши ноги лежат на какой-то поверхности И согнуты Нам делать упражнение легче Чем если бы наши ноги находились на полу Когда наши ноги стоят на полу Чем ближе пятки находятся к тазу Тем упражнение делать проще Чем наши пятки дальше от таза Тем упражнение делать сложнее Это что касается положения наших ног Что касается положения наших рук Когда наши руки находятся выше Чем они выше за головой или даже выпрямлены, то упражнение делать сложнее, чем в той ситуации, когда наши руки находятся ниже. Если наши руки лежат на животе или на шее, нам делать упражнение гораздо легче, чем если наши руки находятся сзади или высоко вытянуты вверх. И последнее положение по поводу наклона нашего корпуса. Чем наклон ниже, когда наша голова находится ниже наших ног, ниже нашего таза, тем сложнее делать нам упражнение из-за того, что увеличивается амплитуда выполнения этого движения. Соответственно, чем наша голова и корпус находятся выше, тем упражнение делать легче. Мы начинали с самого простого варианта, когда наш корпус находился в горизонтали. Почему для нас все это важно? Потому что в будущем, когда наш пресс начнет адаптироваться к нагрузке, когда мы привыкнем и станем более тренированными, мы сможем увеличивать нагрузку путем перехода от более простых форм выполнения упражнения к более сложным. И тем самым мы будем выполнять принцип прогрессии нагрузок, что приведет к росту мышц нашего пресса. Итак, обратите внимание, как я выполняю скручивание. Скручивание можно делать либо в более сложной, либо в более простой форме. Чем руки находятся выше над головой, тем сложнее нам выполнять скручивание. Вот это вот классическая форма. Сейчас я выпрямляю руки над головой и делаю самую сложную, что касается рук. Если я руки положу на грудь или на живот, вот как сейчас, тогда мне выполнять упражнение станет существенно проще. Ну и самая простая форма выполнения упражнения, это если я руки выпрямлю и размещу рядом с тазом. Вот это самая простая форма. Дальше. Положение ног – это второй момент. Если я опущу ноги и поставлю пяточки рядом с тазом, то это будет самая простая форма выполнения скручивания. Чем пятки дальше от таза, тем выполнять упражнение мне... Манипулируя положением рук и ног, можно утяжелять или облегчать форму выполнения скручивания. Поехали. Итак, второе по важности упражнение для мышц пресса – это так называемые обратные скручивания. Их вариантов существует достаточно много. Я вам покажу несколько самых основных. В чем смысл этого упражнения? В том, что вы поднимаете таз, притягиваете его поближе к корпусу. Итак. В обратных скручиваниях можно облегчать или утяжелять выполнение упражнения, манипулируя двумя параметрами. Это степень сгибания ног в коленном суставе и то, насколько колени близко находятся к груди. Вот видите, я выпрямил ноги в коленях, и мне сразу стало делать гораздо сложнее. А если колени я сейчас подведу поближе к голове или груди, выполнять упражнения мне делать проще. Манипулируя этим, можно утяжелять или облегчать упражнения. А теперь идем на другой вариант выполнения этого упражнения. Итак, существует несколько вариантов вот этого упражнения обратных скручиваний. И эти варианты, прежде всего, касаются положения ног и положения корпуса. Когда у нас корпус может находиться либо горизонтально, либо под углом, либо вертикально. Я вам показывал первоначальный вариант, классический, то, что мы чаще всего делаем дома. Это когда корпус находится горизонтально. Когда мы лежим, упираемся во что-то руками, поднимаем, скручиваем наш таз. Есть и другие, более сложные формы выполнения этого упражнения. К примеру, упражнение можно делать и вертикально. Все то же самое. Мы облокачиваемся на опору и начинаем скручивать наш таз кверху. Очень важно думать не о ногах во время выполнения этого упражнения. Чаще всего это упражнение называют подъем ног. Подъем ног вверх. На самом деле, для хорошей работы пресса состояние наших ног вообще не важно. Потому что пресс, но функция не поднимать наши ноги. Функция пресса скручивать наш таз кверху. Соответственно, забудьте про ноги, думайте лишь о том, как скручивается ваш таз. Ноги можно согнуть, разогнуть. Это не важно. Имеет значение лишь то, как ваш таз отрывается, поднимается вверх. Тогда у нас будет работать то, что нужно. Тогда у нас будет работать пресс. Я вам покажу такой вариант обратных случаями, который можно делать, допустим, на турнике, либо на шведской стенке. В чем смысл? Вы подвешиваете себя к чему-то и начинаете скручивать таз кверху. Очень важно поднимать не ноги, как часто вам говорят, а именно поднимать таз. Потому что функция пресса скручивать таз, а не ноги. Обратите внимание, я делаю вот так вот, а не вот так вот. Почему это так важно? Потому что когда мы поднимаем ноги, у нас задействуются многие ненужные мышцы, которые снимают нагрузку с пресса. Пресс-ка. Продолжение следует...